Здравствуйте! Для разогрева выполним несколько заданий на преобразование процентов в дроби и, наоборот, дробей в проценты. А потом попробуем решить несколько задач на проценты. Начнем с примера. Предположим, нам нужно перевести дробь в проценты. Давайте сначала преобразуем эту дробь в десятичную. Перевести десятичную дробь в проценты намного проще, чем обычную. Чтобы преобразовать эту дробь в десятичную, нужно разделить числитель на знаменатель, то есть нам нужно 5 разделить на 24. Давайте так и сделаем. 5 разделить на 24. Поставим десятичную запятую и допишем к 5 несколько нулей, поскольку 5 меньше 24. В 5-ти 24 содержится 0 раз. 0 умножить на 24 – это 0, 5-0 – это 5. Сносим вот этот 0. В 50-ти 24 содержится 2 раза. 2 умножить на 4 – это 8, 2 умножить на 2 – это 4. Вычитаем. 50-48 – это 2. Сносим еще один 0. Мы будем сносить нули до тех пор, пока не будет остатка. Итак, сносим еще 0. В 20-ти 24 содержится 0 раз. Записываем сюда 0. 0 умножить на 24 – это 0, 20-0 – это 20. Сносим еще один 0. В 200-ти 24 содержится 8 раз. Записываем сюда 8. 8 умножить на 4 – это 32, 8 умножить на 2 – это 16, 16 плюс 3 – это 19. 200-192 – это 8. Сносим еще один 0. В 80-ти 24 содержится 3 раза. 3 умножить на 4 – это 12, 3 умножить на 2 – это 6. И плюс 1 равно 7. Сносим еще один 0. Мы можем сносить бесконечное количество нулей. Сносим еще один 0 и опять получаем 80. В 80-ти 24 опять-таки содержится 3 раза. Как вы понимаете, тройка будет каждый раз повторяться. Если мы умножим 3 на 24, то получим 72. 80-72 – это 8. Сносим еще один 0, опять получим 80. И так далее до бесконечности. Значит, 5,24 – это то же самое, что и 0,208 и 3 в периоде. Теперь давайте переведем эту периодическую десятичную дробь в проценты. Запишем это слово – проценты. Я разделила его на две части, так как на латыни про – это на, а цент – это 100. В целом слово «процент» переводится как «на 100». Скольким же процентам будет равна дробь 0,208 и 3 в периоде? Мы можем 0,208 и 3 в периоде записать как 20,8 и 3 в периоде, деленное на 100. Вот такое число на 100. Или же мы можем сказать, что это равно 20,8 и 3 в периоде процентов, то есть на 100. Эти все выражения равнозначны. Или же можно поступить проще. Чтобы перевести дробь в проценты, нужно умножить ее на 100 и поставить знак процента. Если же вам нужно обратно перевести проценты в дробь, нужно разделить число процентов на 100 и убрать знак процентов. Рассмотрим еще один пример, в котором нужно будет перевести проценты в дробь. Предположим, нам дано 16%. Запомните, процент в переводе означает «на 100». Другими словами, 16% – это 16 на 100. Цент – это 100. Значит, 16% равно 0,16. Разделим и числитель знаменатель на 4 и получим 4,25. Вот мы и разогрелись. Теперь приступим к решению задачи. Итак, в Далласе в США в магазине электроники распродажа. Телевизор продается со скидкой 35%, и его новая цена составляет 195 долларов. Какой была первоначальная цена телевизора? Обозначим через х первоначальную цену. Телевизор продается со скидкой 35%, и его новая цена составляет 195 долларов. Значит, х-35% от первоначальной цены, то есть от х. 0,35 – это то же самое, что и 35%. Следовательно, если я возьму х и отниму от него 35% от х, то в результате я получу 195 долларов. Именно об этом и говорится в условии задачи. Из этого уравнения нам нужно найти х. х – это то же самое, что и 1х. А 1х-0,35х равно 0,65х. Запишем. Это будет 0,65х. Если мы сложим 0,65х и 0,35х, то получим 1х. И 0,65х равно 195. Пожалуй, запишем 0,65 в виде обычной дроби. Это будет 0,65х равно 195. Теперь давайте немного упростим эту дробь. Разделим и числитель и знаменатель этой дроби на 5. Тогда в числителе будет уже 13, а в знаменателе 20. В итоге мы получим 13,20х равно 195. Ну, а теперь умножим обе части этого уравнения на дробь обратной дроби 13,20. 20,13 умножить на 13,20х равно 195 умножить на 20,13. Вот это сокращается, и в итоге остается х равен 195 умножить на 20, деленное на 13. Воспользуемся калькулятором и вычислим, чему это равно. Итак, 195 умножить на 20, деленное на 13 – это 300. 300 долларов. Значит, х равен 300. Таким образом, первоначальная цена на телевизор составляла 300 долларов. Если мы возьмем 35% от 300, то это будет 105 долларов. 300 минус 105 равно 195. Вот это и есть первоначальная цена на телевизор. Решим еще одну задачу. Продавец-консультант в супермаркете получает 9,50 гривен в час. Если он проработал целый год, то к ставке прибавляется еще 12%. Сколько в час будет получать продавец после надбавки? Итак, на сегодняшний день, предположим, продавец-консультант получает 9,50 гривен в час. Если он проработает год, то к 9,50 прибавят еще 12% умножить на 9,50. Именно настолько поднимется ставка. А это выражение полностью представляет собой новую заработную плату. Это же выражение мы можем записать и так. 9,50 плюс 0,12 умножить на 9,50. А это то же самое, что и 1 умножить на 9,50 плюс 0,12 умножить на 9,50. И это равно 1,12. Мы всего лишь сложили 1 и 0,12, чтобы получить 1,12. И 1,12 мы умножаем на 9,50. Новая ставка выросла на 12% от 9,50. Это то же самое, что и к 9,50 прибавить 12% от 9,50. Это и будет новая ставка продавца-консультанта. Чтобы найти ее, нам нужно всего лишь перемножить эти два значения. Перемножим в столбик. 9,50 умножить на 1,12. 2 умножить на 0 – это 0. 2 умножить на 5 – это 10. 2 умножить на 9 – это 18. И плюс 1 равно 19. Здесь записываем 0. 1 умножить на 0 – это 0. 1 умножить на 5 – это 5. 1 умножить на 9 – это 9. Здесь мы уже записываем два нуля. 1 умножить на 0 – это 0. 1 умножить на 5 – это 5. 1 умножить на 9 – это 9. Теперь давайте все это сложим. Одни нули. Значит, и здесь будет 0. Здесь опять-таки будет 0. 9 плюс 5 равно 14, 2 плюс 9 равно 11. 11 плюс 5 – это 16, и 1 плюс 9 – это 10. Подсчитываем количество знаков после запятых. 1, 2, 3, 4 знака после запятых. Следовательно, в ответе мы также должны отделить 4 знака запятой. Таким образом, новая зарплата продавца-консультанта будет составлять 10 гривен и 64 копейки в час. Вот эти нули можно не записывать. Решим еще одну задачу. И магазин А, и магазин Б продает велосипеды. И оба магазина покупают их у одного и того же поставщика по одним и тем же ценам. Наценка в магазине А составляет 40%. Это означает, что какая бы ни была цена на велосипед от поставщика, магазин продаст этот велосипед по цене, которая на 40% больше. В то время как в магазине Б наценка достигает 250%. Подчеркнем это. Наценка достигает 250%. В магазине Б постоянные распродажи со скидками 60% на весь товар. В каком магазине покупка велосипеда обойдется дешевле? Предположим, оба магазина приобретают один какой-то велосипед. Пусть х – это цена на этот велосипед от поставщика. Это цена, по которой оба магазина покупают велосипед. В условии сказано, оба магазина покупают их у одного и того же поставщика по одним и тем же ценам. Рассмотрим сначала ситуацию с магазином А. За сколько продаст велосипед магазин А? Цена в магазине А будет составлять х плюс 40% от х, то есть плюс 0,40х. Это то же самое, что и 1,4х. Вот за такую цену нам продаст велосипед магазин А. С магазином В будет интереснее. Наценка в этом магазине достигает 250%. Значит, цена на велосипед в магазине В составляет х плюс 250% от х. А это то же самое, что и х плюс 2,5х. Наценка – это торговая надбавка к цене реализуемого товара. В данном случае она составляет 250%. Чтобы записать 250% в виде десятичной дроби, мы должны разделить 250% на 100 и убрать знак процента. Значит, цена на велосипед в магазине В должна составлять х плюс 2,5х, то есть 3,5х. Но в условии еще говорится о том, что в магазине В постоянные распродажи со скидками 60% на весь товар. Значит, чтобы найти цену, по которой велосипед продается в магазине В, нам нужно от 3,5х отнять 60% от 3,5х. Значит, реальная цена в магазине В будет составлять 3,5 умножить на цену от поставщика, то есть на х, минус 0,6, 60% от этого значения, от 3,5х. Это выражение мы можем рассматривать как 1 умножить на 3,5х минус 0,6 умножить на 3,5х. А это то же самое, что и 1 минус 0,6 умножить на 3,5х. И это равно 0,4. Обратите внимание, скидка 60% означает, что за велосипед нужно заплатить всего 40% от стоимости, установленной магазином сначала. Можно было решить и в уме. 60% скидка показывает, что товар продается за 40% от стоимости без скидки. И 0,4 мы умножаем на 3,5х. Перемножим столбик. Умножаем 3,5 на 0,4. 4 умножить на 5 – это 20, 4 умножить на 3 – это 12, плюс 2 равно 14. После запятых два знака, отделяемые в ответе два знака запятой. Таким образом, в магазине В цена на велосипед составляет 1,4х. Как видите, в обоих магазинах цена на велосипед одна и та же. Если х – это цена от поставщика, то в магазине А вы заплатите за велосипед 1,4х, и в магазине В вы также заплатите за этот велосипед 1,4х. На этом все. До скорых встреч!